Такую картину можно наблюдать во всех районах города, а на контейнерных площадках то и дело появляются автошины. И лежать возле мусорных баков они могут неделями. Даже после визита САХа с контейнерных площадок они не исчезают. Все дело в том, что покрышки относятся к четвертому классу отходов. И утилизировать их компания, которая работает только с бытовым мусором, не то что не обязана, не имеет права. Автошины это класс отходов, четвертый класс отходов, на который необходима лицензия для ее утилизации или переработки. В САХе такой лицензии нет. Мы не можем перерабатывать автошины, у нас нет такого оборудования. И люди, которые выбрасывают на наши контейнерные площадки, они в первую очередь нарушают законодательство. Тем самым могут повлечь в себе штраф. Надо сказать, покрышки на контейнерных площадках появляются не без участия недобросовестных предприятий, которые занимаются шиномонтажом. Такие компании сегодня проверила специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники городского управления торговли. В первую очередь проверяли наличие у шиномонтажек договора на утилизацию старой резины. В соответствии с действующим законодательством у них у всех должны быть договора на утилизацию. Это может происходить двумя путями. То ли они сами отвозят на заводы, которые перерабатывают эти покрышки, то ли они заключают договора и в соответствии с этим предприятие, которое имеет лицензию, приезжает, забирает и увозит. Такой деятельностью могут заниматься только специализированные компании. Таких в Сочи две. У этой шиномонтажки на улице Пластунской не только не оказалось договора на утилизацию отходов повышенного класса опасности, но и других, обязательных для любого предпринимателя документов. Два дня назад мы здесь были, проезжали, проводили мониторинг, обследование. Предпринимателям было предложено обратиться в органы, налоговые органы, для того, чтобы встать на учет в качестве индивидуального предпринимателя. Ну, вы видите, он до сих пор осуществляет деятельность, никуда не обращался. А хозяева этого СТО складируют изношенные шины на своей территории, что законом не запрещено. Но уже на днях обещают вывезти покрышки. Соответствующий договор на утилизацию у этой компании есть. Покупатель, который приезжает за переобувку, он оставляет свою старую резину, отказывается ее забирать. Мы берем с него плату, а потом отдаем эту резину на переработку. Оставить старую резину на этой шиномонтажке для автовладельца обойдется всего в 50 рублей за 4 колеса. Небольшая плата в борьбе за чистоту города и экологию курорта. Ведь разлагаясь, покрышки выделяют в почву и атмосферу вредные вещества. А еще они очень пожароопасны. К слову, только в Центральном районе специальная комиссия проверит 45 станций техобслуживания. Пока из 24 осмотренных только у 15 есть договоры на утилизацию покрышек. В отношении остальных недобросовестных составлены протоколы, материалы направлены в правоохранительные органы. Но что касается автовладельцев, которые, например, меняют колеса самостоятельно, и им нужно выбросить ненужную резину. Придется немного раскошелиться. Ведь покрышки в компаниях по переработке принимают только за деньги. И наверняка не каждый готов ввести шины до пункта утилизации, а потом еще и платить за то, чтобы их сдать. Сейчас в Москве принимается новый закон о том, что людям даже будут за это платить. За то, что они утилизируют автопокрышки. Потому что этот отход будет в дальнейшем переработан для какого-то другого сырья. Для изготовления тротуарных дорожек, покрытия дорожного, спортивного покрытия. Но пока такого закона нет ни в столице, ни в нашем городе. Остается надеяться только на сознательность сочинцев. Ведь правильно, без вреда для окружающих утилизировать вещь, которой ты сам пользовался, это и есть цивилизованный подход, который так пропагандирует курорт. Ольга Десятого, Николай Тихонов, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова